Святой апостол Тимофей Святой Тимофей родился в городе Листры, в малоазийской провинции Ликаония. Его отец был язычником, а мать, принявшей Христа еврейкой по имени Евника. Мать и бабка святого Тимофея, которую звали Лаида, воспитали его в благочестии и любви к Священному Писанию. Обеих женщин обратил святой апостол Павел во время своего первого пребывания в Листрах. Придя вновь в этот город несколькими годами позже, апостол увидел, что юный Тимофей исполнен божественного рвения и восхищения теми подвигами и страданиями, которые апостолу пришлось претерпеть за имя Христова. По совету христиан из Листр и Икония, святой Павел крестил Тимофея, возложил на него руки и сделал своим любимым учеником и помощником в трудах. Апостол называет его возлюбленным сыном и свидетельствует о нем пред церковью, говоря, «Он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». Хотя ветхозаветное предписание было отменено благодатью, святой Павел обрезал юного ученика, чтобы он мог проповедовать и евреям в синагогах, и язычникам на агоре. Короткий и сдержанный святой Тимофей был примером послушания и смирения. При этом он являл неустанное усердие в проповеди, как добрый воин Иисуса Христа. Он был посланником святого Павла и действенным орудием благодати в управлении Божиими и церквами, в исправлении нравов и хранении доброго залога. Из икония святой Тимофей прошел вместе с апостолом Павлом через Фригию и Галатию, помогая ему на всяком месте в проповеди и молитве. Затем, после того, как апостолу было небесное видение, они отправились в Македонию и проповедовали в Фессалонике и Верии. Святой Тимофей остался там со святым силой, а апостол Павел пошел в Афины. Вскоре святой Тимофей присоединился к нему, принеся печальное известие о неистовом сопротивлении фессалонийских иудеев. Затем святой Тимофей вернулся в Фессалонику, чтобы утешить христиан и утвердить вере. Исполнив это поручение, он поспешил вернуться к апостолу Павлу в Каринф, чтобы помогать в обращении жителей города. Полтора года святой Тимофей пробыл в Эфессе, Малайзийской митрополии. Затем снова был послан в Каринф, чтобы напомнить его жителям принципы евангельской жизни. Каринфини продолжали противодействовать увещеваниям святого Тимофея. Тогда апостол Павел отослал Тита, а сам вместе со святым Тимофеем снова пошел в Македонию, составил с его помощью второе послание к Каринфянам, а затем вместе с ним пришел туда сам направлять и наставлять христиан. Когда апостол Павел в последний раз отправился в Иерусалим, чтобы принести плоды своих трудов, собранные во всех церквах, и отдать их в помощь христианам святого града, святой Тимофей также был его спутником. Он присутствовал при взятии апостола под стражу и последовал за ним к Кесарию и в Рим, где апостол был в первый раз заключен в тюрьму. Оттуда святой Павел отослал его в Филиппы. После освобождения апостол присоединился к святому Тимофею на востоке и затем поставил его во главе Эфесской церкви, заповедов устроить богослужение и жизнь христиан, бороться с сложными учениями, разумно избирать членов церковной иерархии и во всякое время вести паству Христову в мире согласии и истине. Второе послание к Тимофею апостол Павел отправил из Рима, ожидая смерти в тюрьме. Он призывал верного ученика прийти к нему и присутствовать при последних минутах его жизни. Тогда святой Тимофей был задержан, но вскоре отпущен на свободу. После кончины апостола Тимофей вернулся в свою епархию. Известно, что в Ефесе святой встретился с апостолом Иоанном Богословом и получил от него умножение благодати и духовное просвещение. Когда возлюбленный ученик Христов был сослан на Патмос, святой Тимофей управлял Эфесской церковью, соединяя в себе и дух святого Иоанна, и дух святого Павла. Однажды в правлении Домициана эфесские язычники готовились к одному из тех нечестивых празднеств в честь Диониса, которые всегда оканчивались оргиями и преступлениями. Святой Тимофей попытался вмешаться и вразумить их. Тогда эти люди, уподобившись разъяренным зверям, набросились на него и осыпали ударами. Ученики едва успели вывести святого из толпы и полуживого принесли на одну из окрестных гор, где он вскоре отошел ко Господу. Тело святого Тимофея было погребено недалеко от могилы апостола Иоанна. Много лет спустя, в 356 году, его святые мощи были торжественно перенесены в Константинополь святым Артемием, как и мощи святых апостолов Андрея и Луки. Все они были положены в храме святых апостолов. Там от них произошли многочисленные чудеса. Во время разграбления города латинскими рыцарями и крестоносцами в 1204 году мощи были похищены и перенесены в итальянский город Термолии. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон»